Друзья, всем привет! Пекин принялся скупать российские удобрения. По информации таможенной службы, всего за полгода в Китай отправилось аж на 20% больше отечественных поставок, чем за предыдущие 6 месяцев. Таким образом, Россия становится для КНР основным экспортером удобрений, обгоняя Беларусь и Канаду. Наши удобрения характеризуются китайцами как лучшие из всех представленных на мировом рынке по соотношению качества и цены. Обход Минска объясняется несопоставимостью производственных мощностей у России, этот параметр по понятным причинам выше и нашим логистическим преимуществам. Москва располагает гораздо большим количеством вариантов перевозки товара, нежели Беларусь, а транзит белорусских удобрений может включать в себя себестоимость провоза поставок через российские территории. Повышенный спрос Китая на удобрения, следствие намерения китайского правительства обеспечить продовольственную безопасность страны, в которой КНР все больше нуждается по мере укрепления политических позиций на глобальной арене. Пекин наращивает культивирование яровых и озимых зерновых культур, приближая объемы их производства к доминирующему в стране рису. Разумеется, что для поддержания стабильно высокой урожайности и расширения сельскохозяйственного сектора требуются калийные и азотные удобрения. Часть экспертов выдвигает предположения о перепродаже Китаем нашей продукции. Так, в 2023 году Пекин опередил Москву по поставкам сырья в Индию, экспорт из Поднебесной увеличился аж на 62% всего за 12 месяцев. Какую долю в этих самых поставках составляли отечественные удобрения, сказать трудно. Однако целесообразность подобных спекуляций ставится специалистами под большой вопрос. КНР уже контролирует 30% мирового рынка органических и минеральных добавок и производит все возможные виды удобрений, внушительная часть которых отправляется на продажу за рубеж. Гораздо резоннее обратить внимание на невозможность Китая удовлетворить запросы сельского хозяйства внутри страны даже после многочисленных попыток властей ввести ограничения и притормозить такой масштабный экспорт. Торгуем удобрениями мы не только с Пекином. Одним из самых активных покупателей российской продукции также выступает Индия. За этот год мы уже обеспечили одну треть от сельскохозяйственных потребностей Нью-Дели и останавливаться не собираемся. Уже был подписан ряд договоров по продолжению долгосрочного сотрудничества на выгодных для нас условиях. Товарооборот между Россией и Индией в целом бьет все рекорды. Так, за 2023 год его объемы составили 65 миллиардов долларов против 37 миллиардов долларов в 2022 году. Дели покупает у нас нефть, алюминий, титан, минералы и продукты химической промышленности. Мы в свою очередь импортируем лекарства, текстиль, рис и специи. О достижении максимального показателя ввоза российской продукции сообщают и в Бразилии. 7% нашего экспорта также направляется в Турцию, 5% в Мексику, 4% в Казахстан. Тенденцию перераспределения поставок на Восток и в Латинскую Америку принято связывать, когда американские и европейские власти объявили нам настоящий экономический бойкот. Однако, как показывает практика, никакого дефицита с рынками сбыта продукции в России не началось. Экспорт в другие страны, наоборот, вырос, по сути, обесценив все наложенные на нас ранее санкции. Американские политики любят говорить о США как о мощнейшей державе мира с сильнейшей экономикой и финансовой системой. Однако, судя по половине 2024 года, текущие позиции Соединенных Штатов уже не так сильны, как прежде. По словам китайских журналистов, из Вашингтона пришли новости, вызвавшие огромный резонанс в мире. Стало известно, что американский госдолг достиг очередного исторического рекорда, превысив отметку в 34 триллиона долларов. Об этом сообщает издание By Jahao. Только за вторую половину года общий размер долга США увеличился более чем на триллион долларов, отмечают авторы китайского издания. Авторы By Jahao отметили, что новости из США вызвали бурную реакцию в России, где уже давно, затаив дыхание, следят за ситуацией с американским госдолгом. В РФ встретили эти сообщения с большим энтузиазмом, сопроводив их с саркастичными комментариями. Как считают в Китае, даже российский президент Владимир Путин должен был встретить эти сообщения с улыбкой на лице. Дело в том, что он уже давно предсказывал подобный сценарий и предупреждал о нем весь мир. Размер инвестиций России в госдолг США снизился во много раз. Несколько лет назад РФ владела американскими облигациями более чем на 100 миллиардов долларов, сегодня ее портфель оценивается менее 100 миллионов, рассказали авторы китайского издания. Путин уже давно говорит, что американский госдолг – это мина замедленного действия. Как только этот мыльный пузырь лопнет, последствия затронут многие страны мира. На этом фоне президент РФ устроил грандиозную распродажу американских облигаций, а также совершил еще один крайне неприятный для американцев шаг. Он сделал золото вновь популярным. Россия несколько лет назад начала скупать сотни тонн золота, многократно увеличив размер своего золотого резерва. Сегодня, глядя на проблемы американцев с госдолгом, многие другие страны последовали примеру Москвы. Они не только закупаются драгметаллом, но и забирают свое золото, которое находилось на хранении в банках США и Великобритании. Страна у нас большая, недра наши богаты. Это знают все, даже маленькие дети. Но не всегда наши недра дарят нам богатство. Порой случаются непредвиденные, если можно так выразиться, ситуации. Индийцы – народ очень продуманный, им в этом не откажешь. Они, как и мы, уверены, настало время дедоларизации. Свою экономику они решили поднимать нехитрым, но эффективным способом. Рупиевые миллиардеры, наша страна решила Западу показать, что их грязные бумажки никому не нужны. И надо сказать, получилось. Я больше чем уверен, что их политики кусали локти от досады. Они ведь понимали, что с этого момента доллар постигнет крах. Впервые за десятки лет по-настоящему. Торговались мы с Индией в национальных валютах. Мы им дар наших недр, а они нам дар своего монетного двора – рупии. Наторговали больше, чем на 40 миллиардов долларов в эквиваленте. Теперь у нас очень много рупий. Но вот беда. Валюта, конечно, хорошая и крепкая, но неконвертируемая. Что это значит? Это значит, что закупать мы можем на эти деньги что-то только у Индии. И как быть? Раз закупаться можно только у Индии, то что же делать? Некоторые скептики презрительно фыркают. Что нам, Болливуд, теперь покупать? Зря вы, товарищи скептики, так Индию недооцениваете. Есть и чем похвастаться, кроме заводных фильмов и цейлонского чая. Страна развивается активно. Но вот если Москве надо что-то дельное, за рупии, то наши партнеры начинают вести себя крайне странно. Если говорить по-русски, то вечно находятся какие-то отговорки, чтобы не дать то, что мы просим. Видимо, кто-то против сделок. Догадаться, кто не составляет труда. Меж тем, полученную за копейки российскую нефть Индусы успешно реализует на тот же Запад. Хотя показательно и причитают, что состав у нашей нефти какой-то не такой. За это они получают и евро, и доллары. Какая уж тут дедоларизация. В итоге, если верить источникам, то импорт Индии из нашей страны составляет 51,3 миллиарда. А вот индийцы нам предоставили товаров почти на 3,4 миллиарда. Разницу, чуете? Может, хоть обменять можно. Москва попросила поменять валюту на какую-нибудь другую. Вот взять те же юани. Чем плохи? Но вот нельзя за пределами самой Индии обмениваться. Центробанк не дает. Не спешите критиковать Эльвиру Сахибзадовну снова. Индийский Центробанк добро не дает. Возможно, есть перспектива конвертировать постепенно. Но и то не факт. Возможно, когда-нибудь придется у них же выкупать доллары или евро в три дорого за эти рупии. Сейчас индийцам совершенно все равно, как наша страна будет распоряжаться их нацвалютой, хотя Ригами пускай делает. Но ирония даже не в этом. Ошибочки, скажем так, случаются. Ирония в том, что, зная эти тупиковые условия, Москва заливает Нью-Дели нефтью, а Нью-Дели засыпает Москву неконвертируемыми рупиями. По сей день. Дорогие друзья, а как считаете вы, что будут делать с огромным количеством рупий? Найдется ли им достойное применение? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости.